Сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Соран Татьяна Кургина у нас сегодня в гостях, и она расскажет нам о системе репарации ДНК. Доброе утро, Татьяна! Доброе утро! Здрасте! Когда мы с вами договаривались, о чем будем говорить, и я услышала эти заветные слова, я прямо переспросила систему, чего ДНК, чего-чего? Репарации, говорит Татьяна. Так вот, давайте сразу, наверное, с места в карьер, что за репарация, что за ДНК, чем занимаетесь вообще в Институте химической биологии и фундаментальной медицины? В чем ваша профессия? Давайте, для начала, чтобы вас прицепить. Я молекулярный биолог, будущий молекулярный биолог, я еще учусь, я студент-магистрант, в этом году защищаю диплом, вот прямо буквально через недельки-две. И молекулы в вашей профессии стоят в том, чтобы... Что сделать молекулами? Что вы делаете в лабораториях? Расскажите так коротко о вашей профессии сейчас. Сейчас вот мы, например, ищем потенциальные препараты против рака. Это можно назвать фармацевтикой, медициной? Ну, это еще немного не дотягивает. То есть это прям совсем-совсем фундамент, и еще параллельно много каких-то фундаментальных исследований, которые вот так вот сразу сходу куда-то в прикладную часть нельзя ввести, но они потом могут пригодиться для каких-то других разработок. Ну вот, тогда о системе репарации ДНК, как, наверное, об одной из ваших исследовательских работах. Ну, это тема вообще всей нашей лаборатории, и не единственной даже лаборатории в институте. Так что, ну да. Ну, теперь для чайников. Что есть в системе репарации ДНК? Ну, хотелось бы начать с того, что вообще, что такое ДНК и зачем она нужна. То есть у нас в каждой клетке организма содержится несколько молекул ДНК. Это такая своего рода инструкция, в которой записано вообще, что делать клетки там, в каких количествах какие вещества синтезировать, как отвечать на какие-либо сигналы извне. Бывают глюки у этой системы. Да, вот, собственно, для того, чтобы этих глюков не было, нужна система репарации. Так. Собственно, эта инструкция, она вообще едина для всех клеток организма. То есть у нас во всех клетках одинаковая ДНК, одинаковая последовательность, ну там плюс-минус. Но они же разные вещества синтезируют. Да, вот, собственно, поэтому как бы... Но задания одинаковые. Да, как бы инструкция одна, но разные клетки считывают, ну, используют какие-то разные куски этой инструкции. Да. Какие именно там, такая сложная сеть взаимодействий. Но суть в том, что эта инструкция, она как бы выполняется безукоризненно, но в ней самой могут содержаться какие-то ошибки. Они там появляются. Не в клетках, а в инструкции. Ну да, в ДНК. Нет, в клетках самих тоже, но это уже отдельная вообще тема разговора. Так, это к другим врачам. Да, это к другим. То есть какая-то ошибка возникает, и сразу все вообще становится, ну, очень сложно. То есть, например, у нас там есть какой-то город, клетка, да, и есть задание, например, там, самосвалу разгрузить немного песка, там, в песочницу. А он вместо этого приезжает и засыпает весь двор щебнем вообще просто по крышу. И как бы никто не может выйти на работу, не может выйти на работу врач. Врач, например, лечит там главой электростанции. Зависит ли это как-то от действий человека, вот такие ошибки? Ну, конечно, да, зависит это, вообще зависит от окружающей среды, от образа жизни, там, все эти там… Просто так, ни с того ни с сего, такое ошибка не случается. Случается, случается, да. Вообще, это очень такая, ну, тонкая хрупкая молекула, да, она очень легко повреждается, плюс она постоянно используется, с нее считываются молекулы РНК, списываются, это там, такие маленькие выписки, которые потом по клетке распространяются. Чек. Да, ну, около того. Она, как бы, определение удваивается, и даже, как бы, в нормальных условиях, когда нету стресс-факторов, там, человек не курит, не пьет, под радиацией не стоит, выхлопными газами не дышит, все равно эти ошибки появляются. Причем их появляется вообще великое множество. Вот это да! Да. Это, как говорят, курить вредно, пить противно, а убирать здоровым жалко. Примерно так. Так. Тут очень такой наглядный пример придумал в свое время профессор Дмитрий Олегович Жарков, что вот если представить всю ДНК клетки одной, как Транссибирскую магистраль, которая у нас через всю Россию тянется, ну, такая здоровенная, в день в ней возникает столько ошибок, как если бы через каждые 500 метров, 500, полкилометра, была бы авария. То есть это все расчистить как-то, ну, кажется крайне сложно, но у нас все справляется, в принципе. И это, я как бы повторюсь, это вот в нормальных условиях. А если есть какие-то факторы риска, то этого еще больше в разы. Это вообще каждый метр. Да, но при этом, как мы с вами все до сих пор живы, поэтому нам очень повезло, что у нас есть вот такие ремонтные бригады, которые вообще постоянно ползают по ДНК, смотрят, что вдруг сломалось. Это вот РНК, которые? Нет, это вот система репарации. А система репарации это то, что ремонтирует нашу ДНК? Да, да, да. Вот теперь понятно. Вот эти самые, понимаешь, сантехники, газоэлектросварщики. Они просто постоянно проверяют нашу ДНК на наличие ошибок, каких-то повреждений и своевременно в силу возможности их исправляют. А у них есть идеальный план, как должно быть? Ну да, у нас вообще каждая молекула в двух экземплярах, так что если вдруг произойдет вообще все совсем страшно, то можно будет со второй свериться. А в принципе там... Там заложена инструкция какая-то у них, да? Потому что как это все исправлять, да? Да, да. То есть это такие молекулярные машинки, такие маленькие роботы, которые каждый выполняет свою часть, но вот вместе они собираются и последовательно все так очень красиво, гладко происходит и восстанавливается. И все это в картинках и на видео, мне кажется, это очень красиво. А если организм ослаблен, так сказать, воздействием алкоголя, там, табакокурения и так далее, то там еще больше, да, проблем? Да. Ну, они все решаются, по крайней мере. Правильно я понимаю? Мы вот сейчас обсудили то, что на деле мы всегда простым языком воспринимали, как способность нашего организма самому себя вот как-то вылить. Чинить, да, ну около того. Бороться с вирусами там, да? С вирусами это уже иммунная система, это повыше, да, это на уровне организма. А вот в каждой клеточке бороться с проблемами конкретной клетки, это система репарации. Ну вот ты поранился и ранка затянулась, это оно или нет? Не совсем. Это регенерация тканей, вот как это называется. Прикинь, что я знаю. Еще очень много мы не знаем, но Татьяна нас просветит после рекламы. Продолжим. Вместе с сотрудником Института химической биологии и фундаментальной медицины Соран Татьяной Кругиной мы обсуждаем, что есть система репарации ДНК. Это такие вещи, штучки, которые ремонтируют наши сломанные ДНК, в которых закрались ошибки. Все правильно, да? Да. Усвоила первую часть урока, поехали дальше. Вот эти ремонтные бригады, как вы их изволили называть, наверное, тоже иногда все-таки ошибаются или такого не бывает? Нет, конечно, они ошибаются. Что происходит тогда? Да, тогда, ну все, не всегда хорошо. То есть в клетке появляются мутации, какие-то ошибки в генетическом ходе. Они могут... Они передаются по наследству? Да. Но если это произойдет... И не все? Не все. Если у вас где-нибудь в коже что-то мутировало, это останется с вами. А если вот в клетках зародышевой линии, как бы в половых органах, тогда это может передаться по наследству. Вот. Но суть в том, что эти мутации могут быть либо совсем какими-то незаметными, а могут быть существенными. Там затрагивать какие-то жизненно важные куски вот этой инструкции, да. И в такой ситуации, если все вот совсем сильно повредилось, там очень много повреждений или там клетке не хватает ресурсов на то, чтобы все их исправить, то клетка как бы это понимает и просто самоуничтожается. То есть для нее это, конечно, там, трагедия, беда. Удалить. Да. Но вот как бы в рамках организма это такая, ну, небольшая плата за то, чтобы все было хорошо, чтобы ничего лишнего у нас ниоткуда не росло. А есть такая статистика? Сейчас можете припомнить примерно, сколько в день у нас умирает клеток? Просто так вот самоудаляется. Ой, нет. Слишком много. Слишком много, да? То есть, ну, это реально не одна клетка в неделю, это очень много. Нет, нет, нет. У нас даже с вами, по-моему, в день вот буквально пара там этих клеток с претензией на раковые появляются, просто они потом еще... Они не то, что... Они могут либо сами умереть, либо, если они все-таки выжили, как-то там обошли эти все механизмы самоуничтожения, то их уничтожает иммунная система. То есть у нас на каждом этапе, там, начиная проверкой ДНК и заканчивая проверкой иммунной системой, то есть это такие специальные охранные клеточки, которые ползают и смотрят, чтобы ничего лишнего у нас нигде не сидело, они эти клетки убивают. Каждый день у нас гадюки какие-то появляются в организме. Да здра... Я и не знал. Да здравствует система репарации. Итак, продолжаем. Ну и, в принципе, как бы нам всем повезло, что у нас это не часто появляется, но вот если все-таки это так случилось, что и клетка не самоуничтожилась, и иммунная система не сработала, то... Не каждый раз она удаляется сама. Ну да, да, да. Бывает такое, что она остается. Да, к счастью, редко все-таки, но вообще тогда, если она остается живой, то возникает раковая опухоль. Так, и что делать, если она все-таки есть как-то... Есть такие системы репарации в нашем организме, которые все-таки могут ее уже победить или нет? Не, ну, в какой-то степени организм может с этим бороться, но если вот рак уже возник и дальше развиваться, то тогда тут все сложно, потому что она очень хитро все обманывает. То есть все начинает работать на нее, по сути, и сам организм не справляется, поэтому нужно в это вмешиваться. Вот, и как бы удивительно, но мы можем, например, некоторые виды рака лечить тем, что вот мы эту систему репарации дополнительно еще выключаем частично. Выключаем? Выключаем. Чтобы они мешались? Ну, практически. То есть в раковых клетках в них вообще творит хаос, творится хаос. В здоровых клетках вот эти вот ремонтные бригады, некоторые из них могут выполнять общие функции. То есть как бы... И если вдруг с одной что-то случится, другая эти функции на себя возьмет без проблем. Вот. А в раковых опухолях, в раковых клетках часть этих бригад может не работать вообще. А если с другими еще что-то случится, то тогда вообще все плохо. Никто никого не заменяет, там каждый сам за себя. Да. Понятно. То есть как бы есть рак, ассоциированный с мутацией BRCA, которого так Джоли испугалась в свое время. У них как раз в этих клетках есть дефект одной из частей репарации ДНК. Вот. Если мы вторую, другую часть, которая выполняет такие же функции, дополнительно блокируем, то клетка вообще беззащитна. Так. То есть у нас, например, вот в городе два сантехника, да, и в здоровой клетке, там, если один заболел, то другой спокойно себе пришел, все починил. А вот в раковых клетках, как бы, один сантехник запой, другой заболел, все, как бы, чинить не некому, клетка умерла. То есть мы, по сути, блокируя то, что нам очень нужно, все равно можем убивать раковые клетки, а здоровые, у них-то один как бы механизм работает, они остаются живы. И, в принципе, как бы, ну да, есть побочные эффекты, но… Правильно ли я поняла? Мы блокируем их для того, чтобы те здоровые не остались беззащитными, да? Да. Чтобы они работали в здоровых клетках, чтобы они оставались там. Да. Я поняла. Ну, то есть в здоровых все равно одна из двух систем работает. Так. Ну, наверное, стоит поговорить о том, как все-таки убить эту клетку, которая уже в хаосе, да? Да. Ну, вот мы как раз и предлагаем, то есть у нас в лаборатории в том числе разрабатывают ингибиторы фермента ПАРП-1. Это такая машинка, которая… Бля-ля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Что там? Это поле АДФ-ребоза-полимераза первое, если вам так будет проще. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Да. Ну, в общем, это такая машинка, которая ползет по ДНК и смотрит, не порвалось ли где-то что-то. Если что-то порвалось, она кричит типа, все сюда, давайте, смотрите, тут вот, как рачебякова, давайте это чинить. И все чинят. А если эту машинку выключить, то в клетках, где нету ещё вот BRCA, который, в общем-то, тоже ввязан в этот процесс, то тогда клетки становятся вообще беззащитными. И, по сути, если у них что-то происходит, какой-то разрыв ДНК, то есть их можно дополнительно радиацией, например, облучать, там, радиотерапия, и всё, как бы, они помирают благополучно. А здоровым клеткам как-то это, ну, неприятно, конечно, но они выживают. Откуда берутся новые средства защиты? Каждый раз говорят о том, что... Заикаюсь от такой серьёзной темы. Серьёзной темы. Каждый раз говорят о том, что кто-то придумал новое лекарство. Ну, вообще, куча разработок сейчас. Это не только химиотерапия, это и какие-то другие подходы. Но мы как бы в своём выборе обращаемся, можно сказать, к матушке природе. То есть это такой вообще привычный подход, там тот же пилинцелин-антибиотик, который в своё время спал тысячи жизней, он был выделен из грибов. Батулотоксин бактериальный, он используется в косметологии, вот ботокс, по которому все слышали. Хотя это вообще смертельная вещь. Ботокс лечит от рака? Нет, нет, нет. Это просто примеры. Это примеры, да. Вот, а мы изучаем соединение на основе воворацина. Есть такие животные, с циди, это такая глотка с двумя дырками, она сидит на дне морском, фильтрует через себя воду и всё пожирает, что в этой воде попадается. Но вот у них в организме есть некое вещество ворацин, которое связывается с ДНК. Я понятия не имею, зачем оно им, но нам оно таким симпатичным показалось. Нам еще химики, органики, кучу всяких его производных насинтезировали. И мы проверяли их на возможность ингибировать наши целевые ферменты-машинки. Интересно, у животного есть какое-то вещество, зачем оно ему, мы не знаем, но для себя попробуем его вода втирать. Нам оно помогает. Ну, зачем оно ему, это вопрос к зоологам. Ну и всё успешно у вас проходит? Ну да, мы на начальных стадиях можем проверить, а вот какие-то уже доклинические-клинические испытания это уже как бы... А как проходит проверка? Ну, вообще сначала мы на самом таком низком молекулярном уровне проверяем. То есть мы просто смешиваем в пробирке наш фермент, который нужно заблокировать, и вот это вот вещество. И смотрим, активность если сохраняется у фермента, то нам такое вещество не подходит. Если эта активность подавляется, то его можно дальше проверять, например, на клетках. Вручную это очень много всяких веществ проверять, это можно бесконечно сытить, да? Ну да, ограничивается там работоспособность, ещё чем. Ну где-то там штук по 300-400, это недолго на самом деле. То есть там очень однообразная получается реакционная смесь, и это всё быстро. Мы в наше Новосибирское институт химической биологии и фундаментальной медицины в этом преуспевает? Мы на уровне всемирном или мы ещё где-то что-то догоняем? Ну я думаю, преуспеваем, да, относительно. Ну не лидеры, конечно, но вот именно по этой тематике нас очень хватит. Можно ли сказать, что благодаря новейшим разработкам химиотерапия отходит на задний план или нет? Да, к счастью она отходит, но всё равно она сохраняет какие-то позиции, потому что это такой очень надёжный метод, дешёвый пока, относительно всего того, что разрабатывается, это самый дешёвый метод. И пока что в клинике применяется в основном только она, остальные ещё на каких-то испытаниях идёт. Про остальные у нас есть, Остас, ещё минутка, может быть, пару слов скажете. А, ну, то есть, вот существует, например, интересный подход с малыми РНК. То есть, если мы блокируем каким-то веществом белок, который уже в клетке есть, то вводя малые РНК мы можем сделать так, что этот белок в клетке даже не появится. То есть, он просто не синтезируется. Мы как бы блокируем его появление, и всё, белка нет, функции нет. Вот за этим методом, наверное, будущее. Ну да, около того. Ну, это примерно через сколько мы такого добьёмся? Ну, сейчас это уже проходят какие-то испытания. Даже, по-моему, какой-то в Америке одобрен какой-то препарат один. Какой-то один. О, это ещё, наверное, нам лет 50 ждать. Ну, вот для того, чтобы это стало доступным прям широким массам, то да. Ну, вы работаете. Да, хорошо. Ну, вы держитесь. Да, да. Спасибо большое. Мы вас верим. Большой профессионал своего дела, сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Назаран Татьяна Кругина о системе репарации ДНК. Нам рассказала теперь кое-как, хоть немножечко, хоть что-то стало на место в нашем ДНК. Спасибо большое, Татьяна. Было здорово, интересно. Всё, всем пока. Всё, что ли? Ну, вот видите. Я думала, ещё вообще совсем много-много чего-то старалась, подписала. Ну, я, видите, пыталась как-то отследить по тексту, где мы, чего мы, ну... Не, ну, в диалоге, да, здорово получилось. То есть, то я боялась, что мне придётся там это просто читать, сидеть, типа, помню? Нет, 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 вы что, мы не бросаем.